Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытия» и сейчас поговорим о 43 главе. Здесь очередной поворот сюжета в истории об Иосифе. Здесь мы героев истории, в данном случае сыновей Израиля, 10 сыновей Израиля, 11. Вот застаем в Египте, где один из них пытается убедить отца, что он обязательно вернет Вениамина, младшего брата, к отцу, если вот он пойдет с ним в Египте. И дальше рассказчик говорит нам о том, что голод усилился на земле. Это Иосиф, истолковый сон фараона, знал, что 7 лет будет этот самый голод. А все-то думают же, как обычно, что, ах, как снег в Москве случился совершенно неожиданно, и больше такого не будет никогда. А голод усиливается. И когда сыны Якова съели хлеб, который они привезли из Египта, тогда отец им говорит, идите опять. Идите опять, купите нам немного пищи. Но тогда Иуда говорит своему отцу, что подожди, тот человек, который продал нам хлеб, который, собственно, этим всем в Египте занимается, он сказал, больше не приходите ко мне, не приводя младшего брата, если он не пойдет с вами. Поэтому, говорит он отцу, если ты пошлешь его с нами, Вениамина, то мы пойдем и принесем пищу, а если не пошлешь, то не пойдем. Вот. Потому что тот человек так сказал. Ну, Израиль говорит, вот там, и с той стороны, и с этой, и все против меня. И что это вы мне такое устроили? Ну, вот, очень такая тоже человеческая реакция. Зачем вы сказали ему, что у вас еще есть брат, ему теперь надо его увидеть, и что это все будет? И зачем ему было это знать? Они ему говорят, ну, он нас расспрашивал о семье, спрашивал, жив ли отец, есть ли кто-то еще. Ну, и в конце концов, Иуда поручается перед отцом, что он вернет Вениамина, и, соответственно, замечательно совершенно, я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. И в десятом стихе он говорит отцу, если бы мы не медлили, два раза бы уже сходили туда-сюда. Вот. Действительно, это так часто бывает в человеческой жизни, когда вот эти вот колебания совершенно ничего, на самом деле, хорошего себе не несут. Ну, это так, литературный нюанс. Иаков говорит своим сыновьям, хорошо, вот возьмите с собой плодов земли сей в качестве подарков. И перечисляются несколько вещей, которые могут быть дарами ханаана, земли ханаанской. Это бальзам, известный бальзам, благовонные вещества и масла, которые там добывались в пустыне, мед, стеракса и ладан, тоже благовония, фисташки и миндальные орехи. Вот. Возьмите и другое серебро в руки ваши. Значит, на всякий случай, Иаков им говорит, то серебро, которое вы возили в Египет, и оно вернулось с вами, отнесите обратно в Египет. Может быть, это недосмотр. Может быть, забыли просто получить с вас эту уплату. А за хлеб, который вы собираетесь купить, возьмите другое серебро, еще дополнительно, и Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того. Ну вот, с одной стороны, это можно считать формальным выражением, идиоматическим. Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того. А с другой стороны, за подобного рода идиомами стоят тоже важные идеи, представления о том, что это Бог владеет сердцами людей, и то, как отнесется в Египте, вот этот человек, про которого братья не знают, что это Иосиф, да то, как он отнесется к потомкам Израиля, это Богом определяется, это Бог дает найти милость у того или иного человека. Вот милость людей друг к другу оказывается результатом Божьего действия. Еще раз повторю, конечно, это не смысл, не центральная мысль в рассказе, тем не менее, вот он свидетельствует о том, как думает этот автор. Ну и, соответственно, они пришли, взяв Вениамина, пришли, предстали перед лицом Иосифа, ну и, соответственно, когда он их увидел, Вениамина в том числе, он говорит своему управляющему, или там, шеф-повару, да, закали что-нибудь из скота, приготовь, вот в полдень они будут со мной есть. Ну и так и делают. И, соответственно, прежде чем оказаться за столом Иосифа, хотя, конечно, это, скорее всего, было что-то вроде Достархана, а не стол, тем не менее, вот они говорят, что мы в прошлый раз приходили за едой, и вдруг оказалось, что серебро с нами вернулось, когда мы пошли обратно, а мы вовсе этого не хотели, поэтому вот серебро, и мы возвращаем его своими руками, не потому, что нас к этому вынудили, заставили, поймали на горячем, или что-нибудь такое, мы возвращаем своими руками. Мы не знаем, как это вышло. Ну и, соответственно, начальник дома Иосифа говорит, будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш, и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших, серебро ваше дошло до меня. И пришел к семье, привел к ним Симеона. Бог ваш и Бог отца вашего. Ну, помимо прочего, вероятнее всего, начальник дома Иосифа египтянин. И потому Бог ваш. Боги ведь в представлении той архаичной эпохи в подавляющем большинстве случаев, да, может быть, даже и вовсе все, связаны с теми илими землями или племенами. Поэтому, если они иудеи, значит, Бог евреев. Ну, они не иудеи, там, иуда еще среди них присутствует. Да, Бог евреев. Он не Бог египтян и не Бог, там, шумеров или кого-нибудь, Бог ваш, Бог отца вашего. Вот это такая очень, я бы сказал, подлинная деталь древнего рассказа. Ну, и, соответственно, к полудню, к приходу Иосифа, они приготовили дары. Иосиф приходит, приносят они ему дары, поклонились, он их там расспрашивает о здоровье отца. Вот здоров, раб твой, отец наш, еще жив. И вот они показывают ему Вениамина, и снова Иосиф говорит, да будет милость Божья с тобою, сын мой. Ну, сын мой тут, может быть, вполне формально, поскольку Иосиф старше, да будет милость Божья с тобою. Когда Бог действительно в центре мироздания, так сказать, вот тогда люди так выражаются. И это тоже в каком-то смысле поучительная вещь в библейских рассказах. Дальше Иосиф удалился, потому что воскипела любовь к брату его, он был готов заплакать, ушел во внутреннюю комнату и плакал там. Потом вышел и сказал, подавайте кушанье. подали особо ему отдельно евреям, отдельно египтянам, потому что, говорит автор, египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Вообще-то в последующей эпохе скорее наоборот для иудеев будет мерзостью сесть за стол с язычниками. Вот там. «Почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками?» будут спрашивать апостолов Господа Иисуса Христа. А здесь по-другому, здесь вот так, это для египтян мерзость. Это они считают этих самых ханаанских иудеев, ханаанских евреев чем-то таким нечистым, с кем нельзя садиться за один стол. Но вот потому, что Иосиф здесь как бы в центре, вот он с собой соединяет обе половины этого застолья. В котором еще явно совершенно что-то должно произойти. Глава оканчивается на такой достаточно напряженной ноте. Глава оканчивается на такси. Глава оканчивается на такси. Глава оканчивается на такси. Глава оканчивается на такси.